На телеканале Юганск новости. Здравствуйте, в студии Дарья Горельцева и в начале коротко о главных темах этого выпуска. Помогли жителям разобраться в вопросах ЖКХ. Депутаты Думы продолжают проводить выездные встречи с избирателями. Новые обои, линолеум и потолок. Активисты Нефтьюганской сделали ремонт в квартире участника СВО. Проверить свою смекалку, знания истории родного округа и географии. С МИ состояла семейная игра «Что, где, когда». Чем больше, тем продуктивнее. Проект жителей МКД продолжает работать. Чтобы помочь жителям разобраться в вопросах в сфере ЖКХ, депутаты с представителями разных структур города продолжают выездные приемы. В этот раз в проекте приняла участие Анастасия Новицкая. Чтобы охватить как можно больше своих избирателей, она провела сразу три встречи в разных дворах микрорайона. Об итогах в следующем сюжете. На каждую такую встречу с жителями вместе с депутатом приходят представители департамента ЖКХ, подрядчика по уборке микрорайонов и управляющих компаний. Возможно, кому-то необходимо сделать дверь домофона неработающую, кому-то нужно привести порядок именно в подъезде навести порядок. То есть управляющая компания, конечно, на это быстро реагирует и приводит в надлежащий вид по просьбам жителей. Кроме этого, сталкиваемся с проблемой благоустройства территории. В этом году одна из основных проблем – уборка снега. Жители жаловались на несвоевременную расчистку и кучи на парковках. С наступлением весны и сезона дождей это превратится в новые заботы – большие скопления воды внутри микрорайона. По отводу ливневых вод, это у нас будет предусмотрено, как я докладывал уже ранее, устройство септика. При наличии финансирования смертный расчет подготовлен и постараемся найти инженерное решение по отводу вод на улице нашей девятиэтажки. На встрече обсудили вандализм. В прошлом году рядом с четвертым домом установили новую укрытую площадку для мусорных баков. При осмотре микрорайона жители обратили внимание депутата и остальных членов группы на то, что контейнеры сломаны. В ближайшее время их заменят на новые. Есть еще вопрос, который по трем заборам, которые расположены на этой детской площадке, которая новая построенная детская площадка. Достаточно неплохая, но, как я считаю, сделана немножко неправильно. Я думаю, ее доделают, подкорректируют и все-таки удовлетворят потребности жителей. Когда мы разговаривали с жителями микрорайона, здесь вот этот вот второй забор, тот, который первый, так скажем, он прекрасный забор, этот первый. У них предложение было убрать вот эту трубу НКТ и установить вот этот забор туда. Постараемся в летний период решить эту проблему. По крайней мере, убрать это уже усаревшее ограждение и поставить нормальное ограждение. Кроме этого, немало жителей имеют претензии к капитальному ремонту домов. Не все проблемы устранены, а где-то и новые появились. В некоторых домах необходимые работы вовсе не проводились. Одни в квартирах мерзнут, а другие задыхаются от жары. Сделали отопление, да, в подвале, там вроде бы новую систему сделали, все там хорошо. Только она не работает. Топят так, что окна постоянно открыты. Вентиляция замерзает, понимаете, вот вентиляция, которая должна идти с дома. Это в рамках капремонта был вам сделан, правильно? В рамках капремонта, правильно. С претензиями жители обращаются в свою управляющую компанию. Однако те могут только написать запрос в Югорский фонд. Именно в их ответственности находится капитальный ремонт и последствия. Следующая проблема, с которой обратились к депутату жителей 22-го дома, это безопасность придомовой территории. Около дома вы можете увидеть, что есть проезжая часть, а тротуара нет. То есть и детишки маленькие, и взрослые, пожилые люди, и просто пешеходы, кто здесь проживает или кто рядышком проживает, просто не могут передвигаться. Сказали они, чем могут они помочь, как это можно организовать, потому что туда включается придомовая территория, которая входит в общедомовое имущество этого дома. Поэтому здесь нужно совокупности и жителей, и депутата, и управляющей компанией. Сейчас нужно соблюсти процедуру, организовать общее собрание жителей, приголосовать за каждый проблемный вопрос и направить протокол собрания в управляющую компанию. То, что в наших силах, естественно, будем помогать. То, что там озвучено было по пешеходной дорожке, по урнам и остальное. Просто проблема, многие вопросы, допустим, возникли при встрече с депутатами. Хотелось бы, чтобы было по-другому. Жители приходили, писали заявление, тогда нам оперативнее будет все решаться. Очень часто люди пишут в социальные сети и ждут ответа. На деле, в соответствии с федеральным законом, обращение должно быть зарегистрировано. Тогда у депутатов есть основания направлять свои запросы дальше. Приходят со своими вопросами, со своими проблемами. Одной из которых была и как раз-таки проблема калитки, которая очень громко хлопала и издавала неприятные звуки на территории третьей школы. Конечно, в рамках данных встреч данная проблема была устранена. На сегодняшний день калитка не хлопает и не мешает жителям жить. Жители 17-го дома попросили заменить лавочки у подъездов и установить козырьки. А соседнего 18-го обратили внимание на проблемный ремонт в подъезде. По итогам встреч каждое предложение зафиксировали и взяли на контроль. Также помогли жителям отправить обращение в ЕДДС и управляющую компанию. Екатерина Балакина, Олег Елькин, Дмитрий Смирнов, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Первое голосование с подарком. В «Нефтьюганске» существует приятная традиция. Если человек впервые принимает участие в выборах, то его непременно поздравляет член УИП. В первую очередь это делают обходчики. В их списках такие молодые люди отмечены. Также для них подготовлены небольшие подарки. Какая река самая длинная в России и как называются жилища коренных народов нашего округа? В центре молодежных инициатив «Нефтьюганск» состояла семейная игра «Что, где, когда». Подробнее о том, как прошло мероприятие, смотрите в сюжете Игоря Шмелева. Вопрос номер 6. Назовите самый большой остров России. Проверить свою смекалку в игре, знания истории родного округа и географии. А также хорошо провести время смогли все желающие нефтьюганцы. Условие было одно – участвовать нужно вместе со своей семьей. Эта игра давно популярна в России, но немножечко под другим форматом. В основном это играли сборные команды школьников. Сейчас 2024 год объявлен годом семьи, поэтому во всех мероприятиях всячески приветствуется сплочение семьи. И движение первых активно поддерживает эту ценность, так как семья – это самое первое и самое важное в жизни человека. Среди игроков были представители всех возрастов. Вопросы, которые подготовили организаторы, были адаптированы как для детей, так и их родителей. Мы всегда принимаем участие в акциях, мероприятиях, которые организуют движение первых. И нам очень это нравится. Моя семья состоит из двух человек. Это я и мой сын, которому всего 6 лет. И он очень любит быть в движении, и поэтому мы вместе с ним решили принять участие в этой интеллектуальной игре. Общее семейное дело сплочает близких друг к другу людей. Игра в «Что, где, когда» состоялась в рамках проекта «Родные и любимые». А одним из организаторов игр стал Денис Штейнер, руководитель Лиги КВН. Мне очень понравились, очень интересные вопросы, над которыми нам приходилось достаточно долго думать. На какие-то мы сразу находили ответы, а какие-то приходилось повспоминать. Вопрос, который мне понравился больше всего, это «Что лучше у Швеции, нежели у Дании?» Правильным ответом на этот вопрос было слово «соседи». Именно так считают датчане, которые очень гордятся своей страной. Всего участникам нужно было ответить на 15 вопросов. А лучшие из восьми команд, которые встретились на площадке Центра молодежных инициатив, по итогу игры отправятся на следующий этап в город Ханты-Мансийск. Игорь Шмелев, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Навыки строевой подготовки и демонстрация знамени. В «Нефтьюганске» состоялся ежегодный городской конкурс «Строя и смотра» имени Сергея Николаевича Андреева. Лучшие школьные коллективы города продемонстрировали свои умения перед жюри. О подробностях расскажем в следующем сюжете. Городской конкурс «Строя и марша» на территории «Нефтьюганск» проходит уже третий год подряд. Первыми показать свои навыки на марше победителей вышли представители кадетской школы номер 4. Своим выступлением они задали настроение всему мероприятию. Флаг средний, общеобразовательный кадетской школы номер 4 представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 1,5. Стандартный размер 100 на 150 сантиметров. Строевая подготовка воспитывает в человеке дисциплину. Выносливость и навыки командной работы. На этот раз на базе школы номер 6 встретились лучшие команды конкурса из 4, 5, 10 и 24 школы. Сегодня у нас завершающий этап. У нас будет конкурс знаменных групп, а также прохождение победителей в своих возрастных категориях. В старшей возрастной категории это кадеты, в других возрастных категориях могут быть другие. Скажем так, марш победителей продемонстрировать. Оценивали навыки ребят представители патриотических общественных организаций и ветераны боевых действий. Ребятам предстояло продемонстрировать свои навыки строевой подготовки и представление знамени. Это мероприятие, прежде всего, посвящено Дню Защитника Отечества. И такие мероприятия проводятся для того, чтобы помнить такие праздники. Это мероприятие для понятия, наверное, патриотизма. И для того, чтобы приурочить его к таким важным праздникам в нашей стране. Очень важно понимать, где ты растешь, с кем ты растешь, какое окружение. В нынешнее время это очень важно в связи со спецоперацией. Таких мероприятий должно быть больше. Это действительно очень важно. Это поддержка нашего фронта, мы тыл. Всего в этом году в конкурсе приняли участие более 700 человек и 6 возрастных групп. Подобные мероприятия помогают прививать школьникам патриотизм и любовь к своей родине. Игорь Шмелев, Олег Ельгин, телерадиокомпания «Юганск». Хочешь проявить себя и показать свою творческую жилку? Нефтьюганцев приглашают принять участие во Всероссийском молодежном патриотическом онлайн-конкурсе «Они сражаются за». Он приурочен годовщине начала специальной военной операции и десятилетию начала войны на Донбассе. Подать заявку могут учащиеся с 1 по 11 класс. Для этого необходимо снять 30-секундный ролик, посвященный значимым событиям, которые изменили ход истории. А после отправить его на сайт организатора лиготвор.ру до 17 марта. Пять самых ярких талантов будут отмечены дипломами и отправятся в Москву с культурной программой. Поклеили обои, постелили линолеум и установили плитку. Активисты партии «Единая Россия», представители молодежного парламента и команды «Югры» сделали ремонт в квартире участника СВО. Жене и трем детям была необходима помощь, пока глава семьи отдает долг родине на фронте. Секретарю местного отделения партии «Единая Россия» поступило обращение от жителя Нефтьюганска с просьбой помочь в непростой ситуации. Жена и дети участника СВО приобрели квартиру, в которой необходим был ремонт. Тогда его семья была на съемной квартире, и нужно было срочно завершить ремонт, чтобы семья переехала в свое жилье. Депутаты привлекли молодежный парламент, и мы вместе с парламентариями организовали этот ремонт. Команды «Югры», местное отделение партии «Единая Россия» и молодежный парламент оказались содействием и приступили к ремонту. Почти за две недели обновили зал, кухню и прихожую. Было большой объем работы. Сначала мы сделали зал, поклеили здесь обои, также мы поклеили обои на кухне, в коридоре, постелили линолеум, поклеили плитку потолочную и также собрали два шкафа. Это такая коллективная работа. Здесь помогают и спонсоры. Нам помог, например, Евростройсервис. Еще помогают, безусловно, сами молодые парламентарии, которые и финансово, и трудовым участием проникаются в проблемы, с которыми обращаются к нам. И, безусловно, конечно, это помощь депутатов. Как отметила Светлана Старкова, это не первое обращение в партию и к депутатам с просьбой помочь в трудной ситуации. Стоит отметить, что это далеко не первая квартира, которой молодежный парламент помог реализовать ремонт именно для семей с маленькими детьми. Это уже шестая квартира, которая выполнена в рамках обращений граждан. Молодые парламентарии приехали поздравить семью с новосельем и принесли подарки и гостинцы для детей. Руководитель Комитета семей воинов Отечества, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белихова, высоко оценила работу фонда «Защитники Отечества в Югре». Созданный по инициативе президента России Владимира Путина, фонд оказывает всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Например, содействует в получении положенных мер поддержки, медицинской реабилитации, обеспечении лекарствами, протезировании, присвоении статуса ветерана и многом другом. Практика комплексного сопровождения действующих военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей, которая сложилась в Югре, во многом уникально отметила Юлия Белихова. Данный опыт необходимо применять и в других регионах страны. Когда приходишь в организацию и понимаешь, что так должно быть везде. И вы знаете, каждый сантиметр использован абсолютно четко и понятно. Здесь психолог, который абсолютно с душой принимает. Здесь, пожалуйста, социальные координаторы, которые, кстати, работают не только здесь, но и в такие же фонды, созданные в 22 муниципалитетах региона. Здесь есть вопросы по трудоустройству, которые необходимы, протезирование, средства технической реабилитации, которые выдаются безвозмездно, ненаграниченное количество пользования. Здесь фактически, когда заходит боец, у него начинается новая жизнь. В округе стартовал проект, приуроченный Году народного сплочения. Викторина достижения Югры подготовила для жителей миллион подарков. Среди них разыгрывают электронные сертификаты, автомобили и квартиры. В нашей постоянной рубрике «Юганс говорит» мы решили узнать у наших горожан, приняли ли они участие в викторине. Расскажите, пожалуйста, вы принимали участие в цифровой викторине достижения Югры? Да, конечно, принимала. Как вам вообще показалось, насколько интересный вопрос и как вы вообще к ним относитесь? Вопросы интересные, познавательные. Узнала много нового. Пришлось некоторые вопросы даже погуглить. И мне такие моменты, которые так просто в жизни не всегда встречаются, поэтому очень полезная информация оказалась. Вопросы в первую очередь помогают узнать историю нашей Югры, нашим детям. Особенно я знаю, что и малыши тоже принимают, и младшеклассники, и старшеклассники, и взрослые люди тоже. И это возможность, насколько мне известно, еще получения ценного приза. Как вы оцениваете такой опыт проведения викторин для Югры и что она дает для округа в целом? Ну, я считаю, что опыт уже хороший, такой, не первый год проводятся подобные викторины, и очень интересно. И мне кажется, что очень хороший воспитательный момент для малышей, потому что семейное же участие, там же от 7 лет можно участвовать. И на выборы идут взрослые голосовать, а дети за подарками. У Югры уже достаточно, по-моему, богатый опыт проведения таких викторин. Я помню, когда были выборы по Конституции, тоже была подобная викторина, я даже выиграла приз. Поэтому все очень хорошо организовано, все четко, без всяких там заморочек. Сразу пришел код, все как бы хорошо, все приятно. Так что есть такие вообще викторины, и что есть возможность выиграть приз. Я в этом году надеюсь, что приз мой будет побольше, чем в прошлый раз. Какие призы? Знаете, какие призы разыгрываются? Мортиру хочу, можно? На этом наш выпуск новостей завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.